...компании Немиров и украинского партнёра братьев Кличко торговой марки Чернигевский. Рады приветствовать вас на поединке, точнее отборочном поединке по версии ВБЦ на легчайшем весе. Это 50,8 килограмм ограничения между австралийцем Хусейном Хусейном, он на ваших экранах, и Хорхе Арси. 38 побед у Хорхе Арси, 28 нокаутом, 3 поражения, 1 ничья. Это Хорхе, Эль Травьесо Арси! Вот это Хосе Луис Кастильо, тоже мексиканец. Знаменит своими двумя битвами с Флойдом Мэйвезером. Нам говорят о том, что это отборочный бой. По версии ВБЦ. И так, вес 112 фунтов. 50 килограммов, то бишь, отборочный бой с 12 раундов. Хорхе Арси против Хусейна. Хусейна из Австралии. Точно в разрез бьет Хусейн Хусейн. Сразу идет в атаку. И тут же нарывается на жесткий удар. Бурная контратака Хорхе Арси. И такая бурная, что сам на ногах не устоял. Ну, стиль абсолютно мексиканский Иду на вы Размашисто, жестко, яростно И чувствуется очень жестко Бьет этот самый мексиканец Вот эта борьба, конечно, никому не нужна Ни тому, ни другому Провоцирует на атаку Противника мексиканец Ну, все это позы, конечно Не стоит выпрашивать такой подарок Да, с расчетом дистанции у Форхе Арсе дело обстоит неважно, прям скажем Дело даже не в том, что противник скользкий, быстрый Дело в том, что сам он начинает слишком издалека Пока что не удается пробить глухую защиту Австралийца, будем так говорить Ну, в общем-то, в начале, в дебюте боя это не важно Главное пристреляться Бурный первый раунд, прям скажем Очень напористо действовал Мексиканец Ну, Джефф Феник Тоже легенда австралийского бокса В прошлом Ныне тренер Все, что советует Джефф Почему-то на грани истерики Очень темпераментный джентльмен Этот самый Феник Генеральный спонсор трансляции двобою Компания Немира Субтитры создавал DimaTorzok С переменным успехом второй раунд В общем, тут уже приходит понимание того, что если кто-то попадет То это грозит противнику большими неприятностями Я имею ввиду чистое попадание Некрасиво, грязно сработал сейчас Хусейн Мало того, что нажимал локтем на шею сверху Так еще и бил другой рукой Арси непонятно, зачем гнется под противника Во-первых, он лишает себя таким образом обзора Во-вторых, он постоянно попадает вот этот самый в захват Третьих, оттуда неудобно действовать Оба садятся вниз В этой позиции столкновение головами неизбежно Бой в средней дистанции Ну просто здорово, надо признать Оба бьют с акцентом, вкладываются в удар Что-то Арси потерялся Еще лишь второй раунд идет Инициатив переходит к противнику Боксы ведь, знаете, даже временное отступление может превратиться в постоянное Приходится признать, что Хусейн Хусейн лучше видит, чем Арси Этот раунд шел под его диктовку Esse у нас все ли взять où прежде чем Арси То инвескарт Ну, в общем, чистую проиграл этот раунд, я бы сказал, Марси. Я не знаю, но я не знаю, что он хочет, что он хочет. Каждый наклон карается захватом, так будем говорить. Особенно с дистанцией, когда Арси идет в атаку. И похоже, что его противник Хусейн Хусейн лучше видит все-таки. Вот вам, пожалуйста, и маленький вес. Какой бой. Пропустил жесткий удар в туловище сейчас Хусейн. Хусейн и как грамотный опытный боец немедленно пошел в клинч, прижался к противнику. А вот с ударами издали тянется мексиканец. И это, в общем, большой минус. Мало того, что трудно достать оттуда, так на какой-то момент он теряет противника из виду. Слишком большой наклон вперед. На ошибки пытается поймать Хусейн. Хусейн сейчас... Да, он лучше стоит, он лучше видит, он более внимательен, более сфокусирован. И похоже, что в техническом плане он получше Арси. Сейчас четвертый раунд пойдет. Что-то там замешкались в мексиканском углу. Но от Хусейна потребовали, что он был активнее просто. Потому что в предыдущем раунде был активнее мексиканец, и это принесло ему успех. Простая вещь, простой технический прием. Атака шагом вперед. Но чего проще, казалось бы, научить Арси вот этой завязки. Без джеба ведь вообще бокса нет. Нет. Видите, как тяжело, вяло атакует мексиканец левой рукой. Как только он в средней дистанции, вот там все идет как надо, казалось бы. Разумно просунуть руку с той стороны, где рефери не видит. Но боксерам только кажется, что рефери не видит. Опытные рефери видят все.